Эта находка была огромным сюрпризом для группы туристов в штате Орегон, зашедших далеко в лес. Посреди деревьев стоял не маленький автомобиль, не странная избушка или пещера, а огромный самолет. Как оказалось, несколько лет назад американский пенсионер Брюс Кэмпбелл построил себе дом из самолета Боинг 727. Свой новый дом Кэмпбелл установил далеко в лесу за пределами города Портленд. Салон самолета подвергался довольно серьезной переделке. Мужчина привел в порядок кабину, лестницы, установил светодиодное освещение, а напольное покрытие сделал прозрачным. Чтобы превратить самолет в свое жилище, бывшему инженеру потребовалось 10 лет и более 200 тысяч долларов. Идея создать дом в лесу из самолета появилась еще в молодости. Кэмпбелл эту затею посчитал делом своей жизни, и ему понадобилось 10 лет на ее воплощение. Сенсационная находка была сделана недалеко от города Сино в Белорусском болоте. Несколько лет назад поисковики нашли тяжелый танк Клим Ворошилов, или как его обычно называют КВ-1. Машина 1940 года выпуска принимала участие в первых сражениях Великой Отечественной. Уникальность этого военного артефакта в том, что аналогичных боевых машин, даже их узлов и механизмов практически не сохранилось. Чтобы подобраться тяжелой технике к болоту, пришлось валить лес и откачивать воду. Под слоем торфа более 70 лет пролежал тяжелый танк. Прежде чем приступить к подъему, место обследовали саперы. И как оказалось, не зря. Из болота достали 10 танковых снарядов. О том, что в лесу в болоте лежит танк, ранее рассказывали и местные жители, и архивные документы. Но точное место со временем затерялось. Болотистые опушки заросли новыми деревьями, стирая старые ориентиры. Но недолгая поисковая экспедиция принесла свои результаты, а легендарная боевая машина наконец-то вернулась с войны. Детальное изучение элементов танка потрясло поисковиков. Это оказался редкий тяжелый танк Клим Ворошилов-1, сошедший с конвейера Кировского завода в 1940 году. На начало войны этот танк был практически непробиваем ни одной пушкой и ни одним немецким орудием. Конкурентный Тигр появился у немцев лишь в 1942 году. Кстати, танков КВ-1 данной модификации практически не осталось. После войны большинство из них переплавлены на металл для новых строящихся по всей стране мирных заводов. Эту неприятную находку, но спасшую от многих бед, обнаружили Джейсон и Керри Брауны из Южной Каролины, которые долго мечтали о собственном доме. Наконец, в 2005 году они оформили ипотеку и вместе с двухлетней дочерью Меган переехали в небольшой старый дом на Уитен-стрит в Дринвилле. Но пожить в нем им так и не удалось. Во время ремонта супруги обнаружили вход в потайную комнату, скрытый за книжным шкафом. Зайдя внутрь, они увидели письмо с подписью «Вы нашли это». В нем объяснялась реальная причина, по которой прошлый хозяин покинул свое жилище. По его словам, уехать пришлось из-за ядовитой черной плесени, которой заражен дом и из-за которой дети стали болеть. Экспертиза подтвердила опасения, а Брауны оперативно собрали вещи и подали в суд на риэлтора, продавшего им особняк. Как позже выяснилось, бывший хозяин вовсе не скрывал причину продажи, но понимал, что риэлторы этот факт вскроют от новых покупателей и попытаются завысить сумму продажи. Поэтому бывший хозяин и оставил тайное послание. Уникальное кладбище поездов случайно обнаружил морской исследователь Пол Хеплер у побережья Нью-Джерси в 1985 году. Он наткнулся на раритетные локомотивы, когда исследовал морское дно вблизи Нью-Джерси. В отличие от остальных мест хранения старой железнодорожной техники, здешнее кладбище хранит на дне всего два экспоната, зато каких. Под 150-метровой толщей воды хранятся раритетные локомотивы Planet модели D. Легкие локомотивы Planet не стали серийными из-за своих небольших габаритов и малого веса. Их создали в 1850-х годах для правительственных нужд. Но в эксплуатации локомотивы находились недолго. Они весили 15 тонн и были слишком легкими. Остальные локомотивы, выпускавшиеся в то время, весили не менее 35 тонн. Никаких официальных распоряжений о затоплении паровозов не сохранилось. Однако эксперты нашли возможную причину, по которой локомотивы оказались на морском дне. Паровозы перевозили на баржах из Бостона в Среднюю Атлантику, когда она попала в шторм в 10 километрах от побережья Лонгбранч. Скорее всего, тяжелую технику просто столкнули в море, чтобы облегчить нагрузку на баржу и не потопить ее. Несмотря на то, что паровозы пролежали под водой более 160 лет, они очень хорошо сохранились. Сейчас Музей транспорта Нью-Джерси разрабатывает проект по подъему раритетов и их реставрации. Пенни 1974 года Обычный пенни 1974 года стоит всего один цент, но не в этом случае. Роберт Лоуренс был сыном работника монетного двора в США в Денвере. После своей смерти отец оставил сыну в наследство коллекцию монет в коробке из-под сэндвича. Долгое время она лежала никому не нужной. Но после переезда из Денвера в Сан-Диего, Роберт отнес их к эксперту, который оценил монетки всего в 300 долларов. Но после тщательного изучения он обнаружил, что одна из монет была полностью сделана из алюминия. Это был пенни 1974 года редкой разновидности. Согласно истории, таких монет было сделано всего 10. И считалось, что все они были уничтожены прямо на монетном дворе. Скорее всего, это была просто проба штемпеля. И кто-то одну монетку припрятал. Как оказалось, стоимость такого пени 2 миллиона долларов. Кстати, на монетных дворах случаются разные конфузы. Может произойти раскол штемпеля при ударе по заготовке. Может монета прочеканится только с одной стороны. Или сместится аверс относительно реверса. Это считается монетным браком. Но такая монетка может попасть в оборот. Так что если вы обнаружите в кошельке странную монету, не спешите с ней расставаться. Она может стоить целую кучу денег. Бейсбольная карточка стоимостью в 75 тысяч долларов. В Америке бейсбол очень популярен. Звезды этого спорта являются кумирами как взрослых, так и детей. А карточки с изображением команды спортсменов являются для многих предметом коллекционирования. Серии карточек с маленьким тиражом стоят бешеных денег. Именно такую карточку нашла пожилая дама Бернис Коллега, прибираясь в своем доме. Это была старая фотография бейсбольной команды. Предприимчивая старушка, не зная ценности находки, выставила карточку на ebay за 10 долларов. И хорошо, что никто из разбирающихся в этом людей не заметил эту фотографию за такую стоимость, иначе старушка бы лишилась целого состояния. В итоге Бернис получила за карточку 75 тысяч долларов, когда подлинность карточки подтвердила ассоциация по ценным бумагам. Затонувшее серебро. В 2012 году у берегов Ирландии было найдено затонувшее судно с 48 тоннами серебра в трюме. Из глубин Атлантического океана подняли самый большой груз драгоценного металла, который когда-либо обнаруживали среди морских глубин. Эту невероятную находку оценили в 38 миллионов долларов. И спустя непродолжительное время выяснили историю этого груза. Слитки серебра перевозили на борту британского судна под названием Гирсоппа. Это военно-транспортный корабль, который затонул в 1941 году, после того, как получил критическое попадание торпедой от атаки немецкой подводной лодки. Участники операции отмечают, что еще никогда такой груз драгметаллов не удавалось извлечь в столь сложных условиях. Тысячи серебряных слитков были извлечены из трюмов корабля с почти 5-километровой глубины. Это уникальная поистине хирургическая работа. Специальные роботы вырезали под водой отверстия в перегородках судна, а после собирали слитки, грузили и отправляли их на поверхность. Серийные номера и другая маркировка слитков совпадают с документами страховки времен Второй мировой. И судя по документам, 80% ценного груза еще находится на дне.